на фото современной звериной технологии об этом говорили вот еще один генетик телеканал бобер она не виновата она оказывается лингвист вот и ни одного дня как я понял может дачный сад и был до того чтобы учить людей а среди нас есть доктора нового кандидата что-то подзабыли ко мне обращались как я агроном но не садовод я животновод но не садовод я этот самый эколог вспоминайте это садовой вот друзья сидят но не садовод образование есть они вообще никакого нету а я ее жалею почему я говорю что наверно когда она закончит калечить уйдет съемочная группа она сядет обнимет дерево если она хоть маленько соображать будет плакать извиняться говорить мне нужны зарплаты но у меня этот самый дурак начальник у меня дурак сценарист у меня дурак тот кто мне приказал привез секатор сказал режь вот а я ничего ну я я я я я это что с меня взять извини мне родное дерево не за что мне это пожалуйста я не виновата меня заставили вот не а значит что сделала она после этого пенциклопедию написала с этими же дебильными советами представляете вот а виновата не она это вы ученые учили ее и поливкина вы учили ее что можно безболезно дерево нет улучшать вот такой телеканал бобер получился получилось так серия передач по уничтожению садов но мы проходили скажите повторим нужен запрет распространять смертельные советы вот наш пробьется туда только закон о запрете смертельных советов и жесткая цензура за эти слова меня выгнали с этого самого международной конференции куда меня же пригласили а вот и наша это вот она та которая еще раз весит постараюсь быстрее и вот она взялась нас учить я думал она плачет после съемок обнимаясь коричневое дерево не дальше секреты если бы здесь не было два слова они меня шокировали дальше секреты ну еще там десять пять тысяч человек обманутых прочтут же милая девушка симпатично самое страшное что что сейчас можно циклопедии выпускать любой дурак даже сидя в тюрьме или чтобы еще ладно там умных грамотных хватает вот и в сумасшедшем доме хватает понимаете а у нас как ее назвать в общем все садоводство стало самощёчим дом как может быть энциклопедия это слово советское время значит истинно последней инстанции открываешь она там белит и опять калечен мне шокировал вот что как можно было ведь люди верят чему кто проверял это опытный садовод состав какой-то отели до вода не у нас на почте долго лежали их разобрали абсолютно невежественность я уже показывал просто потерять почему только потому что я когда мари визирскую открыл она выпустился тебе решить а это научили это уже не случайно смотрите вот она руководство 190 страниц вот это еще было до 6 ноября а потом я стер там было уже 28 декабря то есть каждый день в яндексе звучит вот это обрезайте летом обрезайте осенью обрезайте зимой то есть делайте коллег ладно конечно на ученые а это самое а это кто как она дизайнер там флорист и взялась книги печатать просто знаете называется срубить деньжат не отдавай себе отчет что зимой даже летом даже очень нельзя к дереву секатором подходить и самое страшное меня уже достают эти темы еще буду тебе летит мне вот это поразило с какой вы не террасли это же реклама там не просто как я там статья мы попадаем не реклама учеба а это купите купите день за днем месяц за месяц сколько за ним плачен это сколько книг она это продаст глава 7 этот фотографий тоже попадет ну почему я не называю имя не называю фамилию не называю где кто когда я просто пишу еще не наступил рассвет а в стороне дураков уже кипела работа знаете что это вороте напомнить алексей толстого помните а классика нас вот оттуда фраза еще не наступил почему для дураков потому что вот этого ничего делать не надо этот человеку начитался вот этих самых и давай дурю вается понимаете это ничего если бы он знал что вообще не надо я показывал своих роликах своих этих вебинарах несколько секунд самое тяжелое это тележку это насыпать земле этот 40 лопат допустим подвести высыпать холл быстро сразу с середине мк 1 саженец вставил отрезал половину крови ну полминуты это если на рекорд пойти вы представляете вот это есть я тогда например я не хочу я знаю точек он не дурак хотя в страде дураков живет он доверчивый вы думаете вот что для рекламы это его научили он искренне считающим все туда надо делать я пишу а учили вода дураки а нет они из этой милиции перебреники ошибся я хитрецы как-то вы так далее хитровады глава 8 одна из самых старых больших проблем саду и что когда там поселяется муравьи они поселяются вот здесь под кроны так то их незаметно а вот когда появляется крыша вот а которая защищает частично видите форму листа никто до сих пор ни разу в жизни не слышал чтобы кто-то сказал кроме меня за сотни лет что форма листа и наклон листа специально для того чтобы еще дождя не было бы он уже предназначен чтобы дождь стекал и таким образом регулировался влажность того что ниже потом побоятся и муравьи потом побоятся черви они гибнут и так далее часто именно на муравьев списывать неудачи видите вот чем мы его муравейник дерево ни при чем вот нет таких порядка вот третье дерево это кстати это академик он начал созревать первого раза ветер пару ягодок здесь здоровенный муравейник вот и такие фотографии 30 и ни одной и был даже это почему бы сейчас есть здоровущий муравейник я вам показывал и вот такое дерево которому уже минимум 20 лет и тоже живое для меня это симбиоз не вижу я причину не сажать муравейник не вижу тем более что благодаря ему абсолютно здорово дерево ну давайте искать дырявые листья вы знаете это какая беда когда листья дырявая почему сразу иммунитет листика еще дерево падает появляются дыры ну давайте муравейник есть так чего нет дыр нет и тли нет я ничего не путаю я не специально искал эту мне все дерево такие еще крупнее сделал ну ищем ищем а вот он вот его величество это муравейное царство ну я еще говорил есть у меня дерево начнет гибнуть я ему мешать не буду но она не погибнет она свои кроны а крона это крыша как наша крыша она защищает подземную живность она создает комфорт волос теперь вдруг простая там до горизонта деревня потом покажу вырастает дерево и под ней азис понимаете там повышенная влажность защита от солнечных лучей там наоборот влажность на беспотопом все все объясню объясняю а это все нет уничтожить уничтожить я пишу нет дырок нет ли нет болезни давайте сейчас посмотрим вот о чем ошибка этой дамы и и она такая же чуть не сказал кто она вот в данном случае она зарабатывает видите что такое стоит 160 тысяч подписчиков каждый десятый пойдет это получается допустим каждый десятый я беру скромно 15 еще купит это траву так и будет происходить саду но сразу говорю чтобы от сад 10 соток уничтожить муравьев ей нужно порядка 100 таких что нереально тогда купим это одно чудо средства как вот записи вот она проблему не решит она отравится сама отравить некоторых алиса муравьев примерно один процент того что это на судно десятисоточном участке один процент отравит отравится сама делаю муравейник там рядом еще будут отравленные фрукты вот глупость пополам ступа с невежеством понимаете муравьи не истребимые захватчики но и на них нашлась управа столько нам если зайти в магазин подлых вещей предлагает это да из них поняли почему она у нас где и эта девушка нет вот глава 8 это уничтожение муравьев относится к одним из самых страшных ошибок человечества вот и ладно бы это пользу принесло только вред смотрите если я возьму то были сюда вот это вот сюда вот так вот у меня сразу заболеет дерево она будет беззащитно почему это не понять следующие есть еще проблемы связанные с конкретным нахождением корневой шейки а мир то считаю что корневой шейка это миг вот я считаю я видел десятки сотни погибших деревьев из-за того что кто-то ее закопал высоко и болеют деревья и очень долго болеют перестраиваются часть гибнет а сейчас вот как на этом ссылка вы видите что абрикос болен доказывать надо или так понятно вот сейчас он листья опустил почему опустил потому что он болит у него нету сил у него сейчас идет перестройка корней вот потом он оправится если почаще поливать чтобы листья поднялись на место и обычно вот это место которое вот какой торчит становится кроной то есть как бы частью кроны но при первом удобном случае бесснежная зима мороза дерево погибнет может и не погибнет вы знаете дерево так настолько адаптируется хорошо что вот эту часть и корня который оказался в воздухе немножко понемножку сработает инстинкт и она повысится морозостойкость но уже видите в дерево больное а если закопать поглубже она была боже мертва и вот это вот момент что корневая шейка это святое что когда мы научим людей ставим выкапывая ставить точечку где это чертова корневая шейка понимаете вот это страшная вещь поэтому вроде бы пустяк но из этого пустяка гибнут миллионы деревьев особенно когда это шейка закопана поглубже вы ужас поэтому я не я и хочу эту главу тоже вставить в эту